Всем привет! Добро пожаловать на скринкаст по вебпэк. Я достаточно давно сам пользуюсь вебпэком, мы проходим его использование на курсах JavaScript, но тема настолько интересная, настолько, на мой взгляд, недопокрытая материалами, что решил сделать этот скринкаст. Надеюсь, вы найдете в нем для себя что-то полезное. В этом скринкасте я постараюсь не только показать, как вебпэк хороший, как есть рецепты его использования, но и залезть немножко глубже в сам вебпэк, в модуль, который он использует, чтобы шаг влево, шаг вправо не был для нас проблемой. Мы начнем с небольшой сборки и будем постепенно усложнять ее, двигаться в сторону реального приложения со всеми его нюансами. Перед тем, как мы начнем, несколько слов о том, что такое вебпэк, почему для этого скринкаста я выбрал именно его. Как вы, наверное, уже знаете, вебпэк это система сборки. Наиболее часто задача сборки возникает с джаваскриптами, то есть у нас есть много джаваскриптов, для каждой сущности свой файл, например, юзеры, юзер.js, меню, меню.js и так далее, и так далее. Нужно эти файлики объединить, сжать в один или несколько файлов и выложить на продакшн. То же самое делается для CSS. Есть разные CSS, они импортируют друг друга, нужно их тоже объединять, сжимать, выкладывать на продакшн. Сам вебпэк написан на JavaScript использует Node.js, то есть Node.js должен быть установлен для сборки. Но при этом, на чем написан backend, совершенно не важно. Backend может быть на PHP, Java, C-Sharp, Ruby и так далее. Вебпэк с этим отлично подружится. Если уже какие-то инструменты для сборки используются, то вебпэк в них замечательно встраивается, включая, конечно же, Gulp или Grand. Задача динамической подгрузки возникает, когда мы хотим, чтобы часть нашей сборки грузилась не в начале вместе со страницей, а позже по необходимости. Например, человек зашел на сайт, загрузился JavaScript, все работает, он нажал кнопку заказать, подгрузилась реализация корзины заказов. Он нажал профиль, подгрузился профиль юзера и так далее. В вебпэке есть особые средства, которые делают реализацию динамической подгрузки достаточно легкой и приятной, если, конечно, уметь ими пользоваться. Следующий момент касается реализации модулей. В настоящий момент есть сразу несколько стандартов, которые говорят, как можно задавать модуль в JavaScript. Например, AMD, UMD, CommonJS и, конечно же, ES2015 модули. Здесь мы будем использовать вначале CommonJS, потом перейдем, будем ES2015 модули использовать, но вебпэк такая вещь, которая совместима совершенно со всем. То есть, если у нас уже есть, например, плагины и какие-то сторонние модули, написанные на AMD, UMD или вообще совершенно старые, кривые, страшненькие, но работающие, которые мы хотели бы использовать, то вебпэк позволяет это сделать. Самое приятное, что не нужно их переписывать. Просто нужно настроить вебпэк, и он все правильно загрузит в сборку. С припроцессорами совершенно нет проблем. Bubble, CoffeeScript, TypeScript, LessStyles для CSS, что-то еще замечательно встраиваются в сборку. Livreload — это технология, когда все мои изменения в исходниках после сохранения автоматически попадают в браузер. То есть, я поменял что-то в CSS — браузер автоматически перегрузил. Я поменял что-то в JS — браузер автоматически перегрузил страницу. Есть большое количество способов реализации Livreload. У VPEG есть свой. Что интересно, он позволяет перегружать не только страницу целиком при изменении JavaScript, но и модули приложения по отдельности. То есть, у меня загружена в браузер страничка. Я поменял один модуль. Браузер перегрузил только часть сборки, которая его касается. Конечно, в теории это очень приятно. Особенно, если проект большой. Это убыстряет обновление браузера. Но для того, чтобы эта возможность VPEG работала, приложение должно ее учитывать. Не всегда это просто реализуемо, не всегда это удобно, но в VPEG такая возможность есть. И наконец последнее. VPEG — это ужасно гибкая и модульная система сборки. Возникают самые разные задачи, требования, зачастую совсем интересные, нетрадиционные. Как правило, если мы хотим чего-нибудь эдакого, то ответ у VPEG будет «Да». Это можно реализовать. Это в нем, пожалуй, самое лучшее. Ну вот, я так расхвалил VPEG. Пора уже на нем начать что-то делать. Перед этим два небольших последних момента. Во-первых, современный JavaScript. Я буду его использовать. Соответственно, полагаю, что он вам тоже знаком. Если что, тут вот есть учебник именно по особенностям современного JS. Там функции стрелки, всякие классы, итераторы, промисы и так далее. И Node.js. VPEG — это все-таки утилита на ноде, поэтому нода должна стоять, желательно последняя. Если с нодой не работали раньше, то есть скринкаст на эту тему. Хотя бы первые 9 выпусков. Мы будем использовать пакеты Node.js, систему модулей Node.js. Хотелось бы предполагать, что к началу освоения этого скринкаста вы с этим всем уже знакомы.